Господи, Иосиф Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 4 глава, 11 стиха. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Толкование блаженного Феофилакта. Господь победил три искушения – пресвящение, тщеславие и любостяжание. Это главное из страстей Следовательно, кто победил их, то тем удобнее преодолеет прочее Посему и ангелы служили ему Дабы мы знали, что и нам после победы готовы будут служить ангелы Так как Христос все сие творил и показывал для нас Потому что ему, как Богу, ангелы служат всегда Все толкование Я думаю, когда слышат это толкование Ну простые-то, конечно, евреи ничего не считали Как и простые православные, они же талут, глаза не видали Не считали и мусульманской литературы А когда первый раз слышат, и что, они в это верить могут? Вот они-то как к нам относятся? Ну а те, которые руководители, которые считают И они, вот эти слова-то, в какое чувство они их приводят? Вот сейчас мы считаем литературу, допустим, о Белом Братце Что она одновременно и Богородица, и одновременно Христос Мария Тамдеви Или считаем Иосиф Виссарионов, Сергей Торопов Это последнее пришествие Христа, там, ну, последнее время, там Как мы на это смотрим-то? Вот этих людей-то и можно понять Как они? Если вера, то нет, не дано-то И поэтому В их положение, когда входишь-то И понимаешь, как они к тебе относятся То ответ на это реакция никакая не может быть Ему и не дано Он крепко держится за свое Что ему предлагали родители В Ветхий Завет Вот Тут уж ничего не сделаешь Терпеть надо Далее От Матфея 4, 12-13 Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу Удалился в Галилею И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском В пределах Заволоновых и Нефалимовых Толкование Иисус удаляется, научая нас через это Чтобы мы не ввергали себя в опасности Удаляется в Галилею То есть покатую и наклонную страну Потому что язычники уклонились в грех Поселяется в Капернауме Который значит Дом Утешения Ибо он сошел, чтобы язычников соделать Домом Утешителя Заволон значит ночной А не Фалим широта Потому что язычники жили в ночи и широко Ибо ходили не тесным путем Но широким, ведущим к погибели От Матфея 7 глава 13-14 стихи Все толкование Ну тут нечего толковать От Матфея 4 глава с 14 по 16 стихи Да сбудется реченно через пророка Исаию Который говорит Земля Заволонова и земля Нефалимова На пути приморском за Иордан Галилея языческая Народ сидящий во тьме Увидел свет великий И сидящим в стране И тени смертные Воссиял свет Толкование Называется путем моря Потому что лежит на пути к морю Свет великий означает Евангелие И закон был свет, но малый Тень смертная есть грех Так как она есть подобие и образ смерти Ибо как смерть объемлет тело Так грех душу Свет воссиял нам Ибо мы не искали его Но он сам воссиял для нас И просветил нас Сидящих во тьме Комментарии Весь смысл всей истории Которая была между Доисторической вечностью И послеисторической вечностью Заключается в слове благовестия В раю произошло крушение Нарушена гармония Пала вершина творения Через происки врага Через ложь вошло убийство Ибо дьявол есть лжец И человека-убийца Иоанна 8,44 И все человечество В лице первой щиты Адама и Евы Погрузилась во тьму В тень смертную Дьявол есть владыка смерти Имеющий ее силу Евреям 2,14 А как дети причастны Плоти и крови То и он так же воспринял Оные Дабы смертью лишить силы Имеющего державу смерти То есть дьявола Бог открылся людям Как создатель Зиждитель И наконец открывается Как отец милосердия И искупитель Мы узнаем из Библии Что у Бога есть Определенные свойства Неизменные и вечные Бог постоянен Всегда и вовеки Он не может поступить Против своих свойств Присущих ему Таких как любовь Справедливость Божья справедливость Требует наказания за грех Бог никогда никому не простил И не может простить грех Просто так Без наказания Иначе он будет Бог изменяемый Противоречащий своим свойствам Римлянам 6,23 Ибо возмездие за грех Смерть А дар Божий Жизнь вечная Во Христе Иисусе Господе нашим Ни один грех Ни одно преступление Ни одно нарушение Заповеди Божьей Никуда без следа не исчезает Евреям 13,8 Иисус Христос Вчера и сегодня Во веки тот же Каждый грех Должен быть оплачен Смертью Человечество Начиная с Адама Стало врагом Богу Примирение происходит Через Сына Божия Непорочного ангца Взявшего добровольно На себя все преступления Все отступления Все отступления Все нарушения всего мира От Адама до последнего Живущего при Антихристе Иоанна 1,29 На другой день Видит Иоанн Идущего к нему Иисуса И говорит Вот Агнец Божий Который берет на себя Грех мира Исайя 53,5 Но он изъязвлен был За грехи наши И мучен за беззаконие наши Наказание мира нашего Было на нем И ранами его Мы исцелились 1 Иоанна 1,7 Кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает нас От всякого греха Христос занял место Грешника на кресте Каждая душа Поверившая в это Усваивает жертву Искупителя Лично для себя Присваивает ее В этом личном присвоении Заключена безмерная Благодарность Искупленной души Он умер за меня Он занял мое место На кресте Вместо меня Он пошел В ад Он Мой искупитель Он меня выкупил Из плена И смерти Он ждет меня Я его раб Слугам Он весь Сладость и любовь И все это Я узнаю Из Евангелия Из этой радостной Вести Единственная Которую Можно назвать С большой буквы Благой Она от благого Бога От благого Бога Сына От благого Бога Отца И от благого Духа Святого И эту благую Радостную Весть Нужно нести Всем Как самое Ценное сокровище Об этом мы должны Греметь Нашими сердцами И языками Громче Чем колоколами Если бы Благая Весть Звучала В храмах Сегодня Как при апостолах Какие слезы Сожаления Раскаяния Вызвало бы Это в пастре Что так Долго Они находятся В тени Смерти Из-за Отсутствия Живой Вдохновенной Проповеди Об Иисусе Сладчайшем Все комментарии Вот этот вопрос О прощении Он у мусульман Вообще не разработан Нынче я беседовал На эту тему Возмездие за грех Смерть У людей Такое понятие Что грехи Снимает батюшка А куда они деваются Как Во свойствах Божьих Что Бог не прощает Ничего Так Взял и простил Потому что В свойства Божьи Входит то Что Справедливость Божья Должна всегда Восторжествовать И говорят А что Разве есть то Что Бог не может делать Да Есть Написано Бог Он не может Отречься От самого себя Написано Он не может Солгать То есть Люди Дурные Там разные Примеры Может ли Камень Там создать Чтобы сам Не избинул Я говорю Ты Для себя Этот камень Возвлек Сатана тебе Ты не можешь Сдвинуться К Богу Пойти Сразу замолкает Когда говорится О спасении Здесь Все внимание На то Что Бог Имеет Определенное Свойство Он Предвечен Безначален Все это указали А то Что справедлив Святость Заключается В том Что Ни один грех Без наказания Не проходит Божья святость Этого требует Об этом Как правило Умалчивают И когда я говорю Бог никогда Никому Ничего Не прощает За так Сразу Останавливается Как так Ну я же молюсь Ну что Что молюсь А грех То как Он куда исчезнет Божье Свойство То что Грех должен быть Наказан Возмездие За грех Смерть Всегда Смерть За любой Грех Смерть Но я же Не убил Ну и Ева Никого не убила Адам Никого не убил Адака Все человечество Умирает Сегодня Мы даже Представить Не можем От первого Адама До сегодняшнего Примерно Сто миллиардов Жило И все До одного Миллиардов Страданий Мучились Как люди Принимали Смерть Застреленные Задавленные Сожженные И все это За тот плод Который она взяла Последствия греха Людям неизвестны То есть Словами известно А пережить нет Почему Когда он был Наказан за грех Взял грехи мира То Отец Небесный Отворотил Лик от него Написал Боже мой Боже мой Для чего Ты оставил меня Для чего Это все считают Но вопрос Для чего Где он ответ Вопрос стоит Для чего Для того Чтобы совершилась Божья справедливость И показана была Безмерная Любовь Божия Вот как Вот рождение Свыше Это в первый пункт Включается Люди этого не знают Потому нет рождения Свыше Думают Я буду делать Добрые дела Но если Добрые добрые дела Раздам все имение Да ну не твое имение Это Бог дал Что ты раздашь И жизнь не твоя Рука Которую раздаешь Не твоя Грех остается И вот это Надо узнать И пережить А что Об этом Не говорили Святые Но если Говорили Ты найди Я покажу Тогда другим Это Покажи А вы откуда Взяли На молитве Получил Через Непрерывное Исследование Тайны Это Через Слово Божие Вы не знаете Что такое Слово Божие Читать А как Не считать Я Библию Читал Ну а ты Так Читала Чтобы ты Забывал Есть хлеб Свой А как Это Так А я Это Испытал Меня Спрашивают Михаила Иеремеева Ты хоть Завтракал Сегодня Завтракал Я читал Библию Ну тебе же На работу Идти В обед Я договорился Там узнал Где верующие Рядом живут С нашим Строительным Объектом И бежал К ним А комнатка Маленькая Ребен Ребятишки Я приспособился В одном месте На пол Ложить Лежу И читаю Библию Хозяйка Следит За мной Да ты хоть Маленько Что-то Поешь Ты же Такая Трудная Работа Я работаю На Отбойном Молотке Проводим Там Дренаж Почвы Под здание Ел Я вообще Все забываю Я как-то Посмотрел Это 8 Больше Часов Я ежедневно Проводил За Библией Я не просто Прочитал За 3 месяца Я уже Прочитал На капедре был Проповедовал Но вот этот Таинственный смысл Божьего естества Свойства Я никого Не встретил Ни разу Защищают Кандидатские Диссертации Магистры Я с ними Беседовал Смотри Что делается И никто Ни разу Этого Не испытал И не знает А почему Тебе это Не знаю Это избрание Божие Избрание Я Вот как в тюрьме Я был Вот такое Побуждение Молиться Что раза Четыре В день По часу По полтора Это при всей Камере И чтобы два часа Проповедовать Каждый день С восьми до десяти И само Евангелие В руках было Новый Завет И читал Один из Тех кто не курит Ни у кого Ни разу Ни в литературе Нигде Я этого не встречал Вот какое дело Почему Я не знаю А что в этом В этом то что есть Поэтому отношение Такое Вот с книгами Путешествия Это Бог делает И к этому Можно только присматриваться И исследовать Я сам это исследую Исследую Насколько мне это дано А начинается С чего С понимания Свойств Божьих А я Просил прощения Бог просил Это как правило Ну ты у батюшки На исповеди был Он же сказал Властью данная мне От Бога Разрешаешься От грехов Говорил Ну и что Ну и он Я пошел Батюшке Грехи сдавать Я говорю Что это Шкуры какие Бычащие Сушеные Вот это Вот эта самая Суть Сердцевину Всего этого Не знаю Это Христос воскрес А дальше Это все на этом висит А почему Он был распят Потому что Никто не мог взять Грехи Каждый умирает Сам за себя Возмездие За грех смерть И он должен был Именно вот так Родиться И поэтому Беседая с людьми Я вот эту сердцевину Когда затрагиваю Вижу Они не понимают О чем я говорю Даже Им это не дано Понять Не дано Но они даже Прислушаются Потому что Мне не дано Было понять Что Иеремия сказал Но я принял То что он сказал А мне это не дано А потом я вдруг Почувствовал Внутри меня Как разлитый огонь Я не мог бы молчать Ты видишь Как он бьют В фильме Иеремия Он поднимает голову Опять Так говорит Господь Вот это Когда так говорит Господь Будет в человеке Все А то свое Я Какие-то капризы Что ты говоришь Не слушай Я страдаю Я скорблю О чем-то Горе Горе одно Христа не знаете Как не знаю Я молюсь Ты не знаешь Что он безгрешен Я это знаю Но ты не знаешь Что случилось Восстановление справедливости Грех был наказан Бог отворотил лицо От него Отец Потому что Он Был С грехами Всего мира Грех мира Был на нем Написано И ранами мы исцелились И Господь Бог Как бы Как бы Это триединство Разорвано было Как бы Для чего ты оставил меня Что он оставил его Это несомненно Об этом говорит Писание Он оставил его Вот как И все это мы находим Вот в этих словах Поэтому Когда человек Что-то говорит Не так Я могу только Помолиться о нем Ему не дано Не дано Но Оттрудиться над собой Отвергнуться себя Это дано Самое маленькое Замещание Какое тебе сделали Ты его прими во внимание Посмотри А какие есть варианты В питании Или в жизни Во взаимоотношениях Я говорю Почему ты ему сказал Да он такой Ну ты мог вот так ответить Такой-то вариант был Вот ко мне приезжает Игорь Глушков И вот она начинает Его жена Долбить Ну что Да вот она Ну ты что рассказал Это правда-правда Я в это поверил Но выход-то не один Было несколько Ну какой выход Как один говорит Какой выход-то Куда она денется И все Да не такой выход Ты бы встал Сразу на молитву Упал в угол Склонился Так она может и ударить Но это ее дело Это твое Ты на молитву встань Призови Бога На помощь Скажи Не поправляюсь Там дьявол Ты на нее Смотри А за ней Открой глаза Ты увидишь Там рога Хвост Копыта Дьявольские Перепончатые крылья Ты маленько Воображение-то развивай Почему ты противишься Вот мы поехали У нас с первого шага Сразу противоречие Одному собака нужна Мне она нужна А им не нужна А едут в одной команде Ну ты прислушайся Я тебе объясняю Почему она нужна А тебе почему Ну он лезет Там смотрит Где-то Ну она собака Любопытная Умная Если она стала Чемпионом России В защитной караульной службе Ну наверное что-то стоит Это дело Ну а дальше все остальное По мелочи По мелочи Исследований нет Но это наша команда Ее надо сохранить Я уступаю А у него мысль А он уступил Значит вот так и надо С ним поступать То есть со мной Вот мы его все-таки заставили А другой Ну я сейчас смотрю Говорит А малохольная Ни разума Ни совести нет У нас было в одном путешествии А один они разговаривались Потом второй А я вот сейчас сяду Сяду на поезд и уеду То есть машину С грузом Бросим Где-то на Дальнем Востоке И второе тоже Я вижу Говорить-то не с кем Их нету здесь Дьявол полностью пленил Змей опутал шею И задавил Я после ему объясняю Уже возвратившись И он не понимает этого А торжествует победу Надо мной Какая победа Когда у нас есть общая цель А ты вы ее бросили Эту цель Благодаря тому Что я перестал с вами На эту тему говорить Вас Усмирять Вы что попало делаете Нарушаете Ночью светите Какие-то нас легко Обнаружить Все правила нарушают Ну и что Успех у них какой-то Никакого Полная разруха И в семье И во всем В отчаянии А ты рядом был рядом Вот мы вчера записали ролик Вешать всех собак Ты думаешь это случайно Почему на меня именно С такими тяжкими Обвинениями идут Обвинения не в чем-то А в смерти людей И при том Целая плеяда До епископа идет Что бы ни делали Во-первых Кто их заставляет Это говорить А почему им на тебе По силе На другом Он даже не поймет О чем говорит А я это все принимаю Мне это дано Дальше От Матфея 4.17 С того времени Иисус начал проповедовать И говорить Покайтесь Ибо приблизилось Царство Небесное Толкование Иисус начал проповедовать Со времени заключения Иоанна Потому что ждал Чтобы сперва Иоанн засвидетельствовал о нем И приготовил для него путь Которым ему надлежало идти Подобно как Рабы Приготовляет путь Своим повелителем Будучи равен отцу Господь имел В Иоанне своего пророка Так же как Отец его И Бог Имел пророков До Иоанна Впрочем Иисии были пророками Как отца Так и сына Царство Небесное Есть и Христос И добродетельная жизнь Ибо когда Кто живет на земле Как ангел Не небесный ли он И так В каждом из нас Есть Царство Небесное Если живем По Евангелию Комментарии Искупленное Чадо Христа Всем сердцем Поверившее в то Что Иисус Умер именно за Него Принесшее покаяние За все прошлое И принявшее крещение Для оставления грехов Омывшееся от скверны В святой купели Из мертвых Ставшее живым Не может не проповедовать Будь это даже Совершенно неграмотная Больная Столетняя старушка Деяние 22.16 И так Что ты медлишь Встань Крестись И омой грехи твои Призвав Имя Господа Иисуса Одно из самых Страшных наказаний Для возрожденной души Никому не рассказывать О Искупителе Иисусе Христе Деяния Святых Апостолов 5.28 Не запретили ли мы вам Накрепко учить О имени всем И вот вы наполнили Иерусалим Учением вашим И хотите навести На нас кровь Того человека Петр же и апостолы В ответ сказали Должно повиноваться Больше Богу Нежели человекам Мы во всем должны Подражать нашему Господу Христу Смотреть на Него Через Слово Его Чтобы уподобиться Ему во всем Еврея 12.2 Зирая на начальника И совершителя веры Иисуса Который вместо Предлежавшей Ему Радости Претерпел крест Пренебрегший Посрамлением И воссел Одесную Престола Божия Наш Господь Сразу после крещения Как говорит Матфей Начал проповедовать Мы дети Его И если мы искуплены им То не должны Никого на земле Слушать так Как нашего Спасителя И если нас не учат В Храме И Евангелию То мы обязаны Изучить его Самостоятельно По толкованию Святых Отцов Нужно собираться Вместе с Единоверцами Читать Слово Божие С толкованием Блаженного Феофилакта И жизнь наша Будет стремиться Идти по Евангельскому Пути Все комментарии Почему комментарии Никто недавно Блаженного Феофилакта За в течение 900 лет Я вопрос Отставлю для всех А чего там Комментируют Ну поэтому Не знаете Его комментировать Почему Такое Давление Он делает На одном месте Нужно идти Проповедовать И Христос Начал проповедовать А ему зачем Проповедовать было Христу Он сказал бы И обратилась И камни Сделали с хлебами И с камней Сих создать Детей Авраам Он пошел Пошел Это значит Шагал У него была Обувь Которая Тоже Истирал Ему Дули ветры Светило солнце Мочили дожди Он же не дома был А в пути Все это захватывают Ну так или не так Так Ну мы должны подражать Так Почему монахи Которые привезли Христианство на Русь С епископом Михаилом Не пошли проповедовать И почему Тысячу лет Простояли на месте Тысячелетие Справили Идите и проповедуйте Когда Какой священник На Руси Это говорил Какой епископ Звал Какой Аввакум Какой Никон Ничего этого не было Хлистались друг с другом Из-за какой-то буквы Два раза Три раза Аллилуйя Миллионы раз Аллилуйя Говорится День и ночь Он достоин Бог Прославление Аллилуйя Означает Слава тебе Боже И вот эта фраза Его Христос Начал проповедовать Она как будто Ее и нет Он и пошел И пошел Да это же пример Для нас Ты обратился Иди и проповедуй Исцелил Господь Бесноватого Тот хотел идти с ним Он говорит Иди и проповедуй Возвести Что Бог сотворил с тобой А тут что он говорит Ничего не сотворил Какой был такой Ей с бабушкой ходил Теперь Верующий Не верующий Не поймешь Языщество Сплошное Я повторяю Языщество Вот И это культивируется И вот все это Антураж Все это свечи Ну одну поставь Что я признаю И все И то что признаю Может ни одной не надо А эти у нас даже батюшки нет Развяжу там Десять свящей на подсвечнике А стоит там всего Двенадцать человек Зачем Не ответ Что в храме Температуру поддерживаете Поднимаете Или что А слова Божия нету Даже нужды никакой нету Как будто так Все стоит на месте Вера от слышания Слышание от слова Божия Это вообще русский народ не знает А от чего вера Они даже ни на вопрос Не могут ответить Вера от слышания Не то что ты не ухаешь Не то что там К мощам идешь Не то что икону целуешь Долбом долбишь ее У нас куда ни посмотри Везде тьма египетская Перед этим читали Свет воссиял в тени смертной Да он не воссиял в православии Православие В том виде как есть В массе своей Это тень смертная Более тупых Более Невозрожденных Более слепых Нигде нету Ни в одной секте Здесь все Бог Троица Все в батюшке Он батюшке Отстоял Литургию Отстоял Ну можно хотя сегодня Посмотреть Думали будет новый Патриарх Что-то изменится Он боится Боится кого? Монахов Мы даже не знаем Какая сила Вот книги Вышли Осипа Вот они сжигают И ходят Молочком Сжигают А почему они не вышли И не стали с ним Разбирать эти стихи Перед народом Сказали бы Алексей Вот в этом и неправильно Ильич Вот это вот По Библии Не сходится Он бы разве Отказался от этого? Вряд ли Он очень общительный Человек Профессор Старейший профессор Духовной семинарии Академии Все Книги его купили Купили Я узнал все это Закупили Нашли И на Афоне Точно так же С ними С книгами поступали Его Диски написаны Там добра Море Что? Ну есть у него Отклонение С чем я не согласен Совсем Что Адриан Гонитель Император Римский Гонитель христиан Одной вдове Сделал добро Который сам же Ограбил своими Сатрапами И вот за это За него Молиться можно И он в раю И Даже Бредом нельзя назвать От чего? От ума Высокоумие Верующий в сына Божий И иметь жизнь вечную А не тот Кто помог кому-то Да помогает Все И мусульмане И язычники Помогают друг другу В природе Есть такое Помогают В природе Мы видели Бегемот Переплывающую Маленькую косулю Мордой Мордой Поднимают Крокодил Никого не спасает А бегемот 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 спасает На это Есть Показания Вот простая фраза Ну сколько Мне здесь Глубины Вот ты ее Размышляй А я считаю Много Считаешь Это правильно Это надо Но и Прочитанное Надо пережить Надо Принять Это И посмотреть А как бы Я поступил И это Пережитое Все время Идешь Размышляешь Исследуйте Писание Исследуйте Сравнивайте Одно место С другим Дальше От Матфея 4 глава 18-19 стихи Проходя же Близ моря Галилейского Он увидел Двух братьев Симона Называемого Петром И Андрея Брата его Закидывающих Сети В море Ибо они Были Рыболовы И говорит им Идите За мною И я Сделаю Вас Ловцами Человеков Толкованием Симон Петр И Андрей Были Ученики Иоанна И еще При жизни Иоанна Видели Христа И слышали о нем От Иоанна Вот Агнец Божий Но когда Увидели Что Иоанна Связали Они опять Возвратились К рыбарской Жизни Там Иисус Идя Около моря Уловил Их 4 глава 20 стих И они Точа Составив Все эти Последовали За ним Толкование Они Прежде При жизни Иоанна Слушали Христа Но Оставили его А теперь Увидев его Тотчас Опять Последовали За ним 4 глава 21-22 стихи Последовали за ним Следуй за мною Ты читал А ты Примерялся Я к тебе Виктор Конкретно говорю Примерял К себе Если бы мне Он сейчас Сказал Оставь все И пойди За мною Пошел бы ты Или не пошел Ты об этом Размышлял Конечно И как ты думаешь Какой ответ Получил бы Ну Как-то Оставить все И последовать Слишком Для меня Тяжело Вот в этом Три дела Польза Мне будет Больше Одно Дело Оставить Сети Их Понятно У них Ничего Больше Не было Здесь Другое Дело Я Тружусь На этом Месте Мне Дается Выход Как я Оставлю То чем Занимаюсь А мог бы Он сказать Мне Так это Внутреннее Это не только Пойти Чтобы они Уверовали Пошли за ним Надо еще Понять Что в этих Словах Заключено А так А вот видишь Ты тоже Не пошел Вот тогда Будучи с рыбаками Вот так вот А так бы Пошел А так Сегодня Как идти И куда идти С чем идти И что я Оставляю Больше или меньше Того Но я пошел Сейчас все Оставил Вышел на улицу И дальше Что Они шли Он их вел Из селения В селение Где меня Господь сказал Какое из селения Мы все селения Объехали Людей собирали Свидетельствовали Впереди меня нет Я внутренне Теперь должен Ощущать присутствие Христа Его святую волю Наша связь Только в молитве Реально Это только В причастии В ощутимом виде Что прикоснуться Можно Ну Причищаются Многие Ну а дальше Это что Фраза Главная Осталась Еще не востребована Идите И проповедуйте Идите Вот мы и поехали Идите до края вселенной Мы и поехали Если Господь Благословит Мы и дальше Поедем Еще Нам нужно До Португалии Дойти Скандинавию Прибалтик Прибалтик В Новосибирске И уже отвезли Стоишь на улице Отцом их Починивающих Сегодня пойди Добродетель Все Все Оставить Домой возвращался Никому Когда возьмут Когда возьмут Их семь Так дальше Стал заседать И думать Как его имя Увековещить Такое сделали Вызвали его Так Тебе мы дворянина Приславляли Дворянина Ну что Дворянина Дети там Бывают Потеряют И Это не будут Его помнить Ну разные Разные предложения Вот Наградить его Дать ему земли Это все У многих людей Нет Это не то Один говорит Его канонизировать надо О Но он же живой Что живой Это обвинить его В ереси в какой-нибудь И казнить А потом Реабилитировать Он мученик будет О Вот это идея Вызывает его Тебе какие награды Нужны Мне Да какие Мне уже дали Все Я офицер сейчас У меня семья Нормальна Так Ну а дальше то что Подослали Кто то что то спросил Ответил неправильно Готово дело На шафот Видишь как Понятие канонизации Приводит к абсурдному явлению Высшая награда Оказалась Смерть Не от врагов А от тех Кто желает добра И предложения Это рассматриваются Ну действительно Есть о чем подумать Нет ни одного явления Которое Расходилось бы С сомнением Духа Святого Которое не принесло бы В дальнейшем Страшные Жестокие плоды Вот сейчас Вот сейчас опять Нашли Сосаревича Алексея Мощи Там Мария Вот у меня газета Лежит здесь даже Но они вам нужны Нет ДНК Брать Ниоткуда Кости сожжены Кислоте Только зубов И они теперь будут Говорить Кто-то верит Кто-то не верит Сколько фрагментов Более Кажется 600 что ли Фрагментов Костей Раздробленные Раздавленные Разбиты Зачем Юровского Записки Разбирают Никому это не надо Если они святые А я верю Что они святые Вопрос Решал Они читали Евангелие Они были мученики Пережили Вот этот переход Насильственная смерть Ничего этого не надо Канонизация Это есть вызов Богу Вызов До суда Божия Решать Написано Не судите Никак Прежней времени Доколе Не придет Спаситель И откроет сокрытое во мраке Намерение сердечное Что думал человек Одно дело делал Другое дело думал Чем он двигался Это будет открыто Канонизацию объявить Вне закона И от этого оставить Ну давай прочитай Вот пятое начало Пятое будет От Матфея 4.23 И ходил Иисус по всей Галилее Уча в синагогах их И проповедуя Евангелие Царствия И исцеляя всякую болезнь И всякую немощь в людях Толкование Ходит в синагоги еврейские Для того Чтоб видели Что он не враг закона Начинает С знамений Для того Чтобы поверили Его учению Недуг Есть долговременная болезнь А язва Непродолжительное Расстройство в теле И последние 24-25 Стихи 4 главы И прошел О нем слух По всей Сирии И приводили к нему Всех немощных Одержимых Различными болезнями И припадками И бесноватых И лунатиков И расслабленных И он исцелял их И следовал за ним Множество народа Из Галилеи Десятиградия И Иерусалима И Иудеи Из-за Иордана Толкование Вопрос Почему Христос Не спрашивал о вере Никого из приведенных Ответ Потому что Это самое уже было делом веры Что их привели издалека Лунатиками Карнаул Ну как там нас Бог благословит Не знаю Сейчас мы посмотрим Последнее известие Хотя бы несколько строк Посмотри Шесть часов Спасибо Христос Слава Иисусу Христос Глорой Испрайз В студии Мария Салова Здравствуйте В этом выпуске Полиция Вашингтона Подтвердила гибель женщины Которая спровоцировала Стрельбу у Белого дома Давление на средства Масовой информации Нарушение закона о СМИ Так расценила СПЧ Арест фотографа Дениса Синякова И чтение о художественной литературе Развивает мыслительные процессы Выяснили ученые Теперь об этих и других темах подробнее Подробнее Полиция Вашингтона Подтвердила гибель женщины Которая спровоцировала Стрельбу у Белого дома Об этом сообщила журналистам Шеф столичной полиции Кэти Ланир По ее словам Стрельба велась в двух местах При погоне Пострадали двое полицейских Была ли женщина вооружена Шеф полиции не сообщила Она также подтвердила Что с женщиной был годовалый ребенок Афроамериканка Столкнулась с полицейскими В районе Белого дома И здания Минфина Где предположительно Пыталась пробить барьер После чего началась погоня со стрельбой Совет при президенте России Ворован человека Назвал арест фотографа Дениса Синякова Нарушением закона о СМИ Как сообщается на сайте СПЧ документы Распространяются не только На штатных сотрудников и авторов Но и на внештатных работников Коим являлся фотограф Таким образом Арест Его совет расценил Как давление На следство массовой информации Напомню Накануне Денису Синякову И остальным 29-ти членам Экипажа судна Арктиксанрайз Предъявили обвинение в пиратстве За попытку остановить нефтедобычу в Печорском море Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы Эти какие-то данные Мы узнаем И начинаем Понимать Какие события И молиться об этом Благословен Господь Все это сейчас надо скинуть Мы забираем Потом, если Бог позволит Полностью будет у нас Начитано По просьбе Очень многих людей Толкование Блаженного Пепелакта И выставим в интернет Одному ничего не сделать То, что я говорю Это вообще ничего не значит Говорю, а я не специалист Поэтому есть модераторы Администраторы Которые работают на сайте На форуме Господь дает добрых людей С большими знаниями А не программисты Работают на государственных работах Я буквально окружен друзьями И какое бы дело ни делал Везде всегда помощь Так что делаю не я А делает Господь через братья Ну а я был вместе с ними Богу слава за все Во веки Аминь